Всем привет дорогие зрители, с вами я Рик и сегодня у нас обзор на проект Multiversum. Multiversum позиционирует себя четвертым поколением блокчейна. Если вспомнить предыдущие поколения блокчейна, то прародителем других поколений по праву является биткоин. Биткоин это система перевода денег, независимая от каких-либо действий третьих лиц. Вторым же поколением стали Ethereum, NEO и другие платформы, позволяющие создавать смарт-контракты, а также создающие единый стандарт токенов ERC-20. И упрощающие процесс создания новых криптовалют. Но слабостью этих двух поколений является низкая энергоэффективность, сниженное количество транзакций и сама скорость транзакций оставляет желать лучшего. Целью блокчейна третьего поколения является решение проблем скорости транзакций путем использования различных опт-механизмов. Несмотря на то, что блокчейн третьего поколения находится еще на стадии разработки, Multiversum решил уже обогнать его, уйдя на шаг вперед и начав разработку блокчейна четвертого поколения. То есть Multiversum это проект, разрабатывающий блокчейн четвертого поколения, который вносит ряд новых преимуществ и улучшит взаимодействие с блокчейном, как для обычных пользователей, так и для крупных компаний. Multiversum блокчейн четвертого поколения, который так же как и блокчейн третьего поколения пытается решить проблему скорости и безопасности транзакций, но уже путем внедрения собственных инновационных решений, которых нет у блокчейн третьего поколения. Проект Multiversum предлагает следующие механизмы для решения скорости и безопасности транзакций. Это релационный блокчейн. Блокчейн Multiversum сможет управлять не одним типом линейных данных, а несколькими, путем связывания их с друг другом идентификатором в одной многомерной струбе. Стоит отметить, что блокчейны, существующие на данный момент, могут управлять только одним типом линейных данных. Также это количество транзакций. Сеть Multiversum изначально будет иметь один 64-ядерный сервер, который будет способен обрабатывать 64 тысячи транзакций в секунду. То есть это одно ядро будет обрабатывать тысячи транзакций в секунду. Так как сеть сможет поддерживать и более 460 ядер, то ее масштабируемость, согласно разработчикам проекта, бесконечно. Скорость транзакций за счет того, что сеть изначально будет обрабатывать 64 тысячи транзакций, время, требующее на перечисление средств из одного кошелька в другой, будет составлять не более 0,2 секунды. То есть скорость транзакций будет очень высокой. Также это улучшенная безопасность транзакций. Концепции доказательства выполненной работы и доказательства суммы хранения будут заменены на новый, более безопасный и менее энергозатратный протокол. Это доказательство целостности. Также это криптовалютный кошелек будущего. Мультиверсум обязуется выпустить криптовалютный кошелек с повышенной безопасностью вход, который будет выполняться при помощи биометрических данных, таких как отпечаток пальца или сетчатка глаза. Сбор этих биометрических данных можно будет выполнять с помощью смартфонов, в которые внедрены технологии для сбора информации такого типа. Также это минимальное влияние на экологию. Протокол целостности, по которому будут обрабатываться транзакции, будет намного менее энергозатратен, чем протокол Proof of Work. Тем самым он практически не будет влиять на экологию. Оптимизация работы сети. Сеть мультиверсум будет распределять нагрузку основной блокчейн сети путем распределения ее нагрузки на свободные узлы. То есть фактически основная цель будет разделяться на несколько подцепей, тем самым ускоряя обработку данных. Сами разработчики проекта называют это дублированными цепями. Также это узлы восстановления. Команда, стоящая за проектом мультиверсум, заявляет, что разместила периферийные узлы глобального аварийного восстановления на нескольких континентах, которые могут быть использованы при критическом сбое сети. ICO проекта мультиверсум началось с 1 апреля 2018 года и продлится до 30 апреля 2018 года. Во время проведения ICO токены MBT продаются по курсу 1 MBT равен 1 доллару, плюс бонусы от 20% до 5% в зависимости от количества проданных токенов. Итак, мы рассмотрели основные положения проекте. Давайте рассмотрим мобильное приложение. Итак, мы в мобильном приложении проекта мультиверсум. Здесь вам потребуется зарегистрироваться. Здесь вы должны ввести свое имя, ваш почтовый адрес и ввести пароль, а также повторить его. После регистрации вы перейдете на свой кошелек. Как вы видите, мой баланс составляет 0 MTV токенов. Так, нам потребуется сначала зарегистрироваться. Я введу свои данные, то есть я отключу на некоторое время видео. Итак, сейчас я на своем мультиверсум кошельке. Не удивляйтесь, что у меня такое большое количество токенов. Здесь их получить проще простого. Как видите, если нажать кнопку Get Founds, то сразу же нам прибавляется около 5000 MTV токенов. Это всего лишь бета-версия проекта. Поэтому она просто сделана для показа, как она будет вообще работать. То есть она на бета-стадии разработки. Здесь мы можем выбрать любой адрес кошелька. Вот можно посмотреть мой адрес. Вот он. Например, мы можем нажать рандомный абсолютно адрес кошелька. Нажмем на рандом. Так вот, нам высветился какой-то адрес. И мы можем выбрать количество токенов, которые мы хотим ему прислать. Ну, допустим, 5000. И нажимаем кнопочку Send. Да, конечно. Как мы видим, транзакция просла уж песна. Как вы видите, по моей истории я уже делал какие-то транзакции. Какие-то транзакции. Если у вас какие-то лаги, вы можете ответить им по их почте. Ну, в принципе, так и выглядит мобильное приложение. В принципе, ничего мудреного. Основные функции есть. Она всего лишь находится в стадии разработки. И большинство функций, которые есть, допустим, на сайте, возможно, будут здесь введены. И как же, опять я говорю, это бета-стадия. И поэтому она всего лишь разрабатывается. И в процессе будут различные функции добавлены. И в конце концов, здесь будет ваш реальный кошелек и ваши реальные токены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!